Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Человек пишет про кошмары. Его мучают кошмары, в кошмарах снится мама. Человек говорит, что боится спать один и боится темноты. Человек говорит, что всё время спал с кем-то. Сначала с родителями, потом с мамой и сестрой. Теперь с мужчиной, с которым она сейчас находится в отношениях, но при этом, при том, что человек находится в отношениях с мужчиной, у меня такое ощущение, такое впечатление, что отношения несколько не развиваются. Да, то есть, как бы, ну, как будто бы, вот, они, ну, не развиваются, в смысле, что, вроде бы, вместе, да, а уже, вот, ну, как бы, довольно большое количество времени, судя по тому, что пишет автор, но, тем не менее, они вместе не живут. Вот. То есть, тут, тут, конечно, тоже есть такой момент. Вот. Автор говорит, что детство у него было достаточно тяжёлым, там было насилие. Вот. И автор, как бы, говорит об этом, так, знаете, мельком-мельком, как будто бы, то есть, вот, ну, то есть, ну, абсолютно мельком автор об этом говорит. Вот. Не придавая этому, как будто бы, значения. Вот. И, значит, что пишет в конце? Написал эти факторы, как может, влияющие возможно, но в то же время я не уверен. Не может быть из-за этого прям каждый ночь никак негатив во снах. Буду благодарна, если ответится. Конечно, нет. Ну, функционально, нет. Функционально, конечно, то, что с вами происходило на протяжении вашей жизни, да, оно влияет на нас и создаёт благоприятную среду для, как бы, формирования такой, я бы сказал, такого фона. Вот. Значит, обычные кошмары, равно как и крики, связывают с невыраженной обилией, агрессией, болью, которые, как бы, в человеке осталось. Собственно, я думаю, что в вашей ситуации, в вашей истории, ну, я думаю, найдётся место для и агрессии, и для боли, найдётся место для обид, вот, и найдётся место для такое вот не очень, может быть, хорошее слово я употреблю, но для попытки что-то доказать. Вот. То есть, опять же, понимаете, как это выглядит, что ваша мама за вами гонится. Вот. То есть, ну, вот, натурально, как будто бы, как будто бы она за вами гонится. Фактически. Вот. И, ну, преследуют вас. Почему преследуют? Потому что вы считаете, что вы что-то должны. Почему преследуют? Потому что вы на что-то ей не ответили. Почему преследуют? Потому что вы ей что-то не выразили, что-то не высказали. Отсюда и преследование. Ну, естественным образом отсюда возникает. Вот. Какая-то такая история здесь. И, конечно, вам сочувствую. Я. Безусловно. Вот. Вне всякого сомнения вам. К вам много сочувствия. Правда. Но, в то же время, хочется сказать, что делать вы собираетесь. Страх тем на пи. Страх тем на пи. Страх тем на пи. Страх тем на пи это про неизвестность. Это про страх неизвестности. Вот когда человек боится неизвестности, когда человек чувствует себя незащищенным. Вот. Когда человек стремится в какой-то степени все контролировать. Вот. Появляется такая необходимость в том, чтобы темноты избегать. Потому что темнота это история про интуицию. Это место, где я должен интуитивно принимать решение. Вот. Ну, а интуитивно принимать решение я, соответственно, получается, не могу. Или боюсь. Незащищенность. Чувство незащищенности. Которое у вас, собственно говоря, возникает. Это личные границы. Ну, в первую очередь. В первую очередь это личные границы. Вот. То есть это вот некая такая проблема, да? Проблема личных границ. В первую очередь. То есть между мною и людьми. Между мною и людьми. Другими людьми. Как будто бы нет личных границ. То есть нет такой, знаете, как бы сказать, прослойки. Вот. И, соответственно, почему, грубо говоря, мама-то вот как-то преследует, да? Потому что мама, скорее всего, именно тот человек, который личные границы не особо-то ваши... Уважал. Вот. Мама это тот человек, который не особо ваши личные границы чувствовал. И вы, как бы, оказываетесь перед таким, ну, достаточно, я бы сказал, нелёгким выбором. Когда, с одной стороны, там, мама, она, ну, такой вот персонаж, ну, не самый позитивный для вас. Но, с другой стороны, получается так, что именно мама вас может, по вашему мнению, защитить. Вот. Только мама. Только от мамы можно как-то вот, ну, рассчитывать, да, на то, что она защитит вас. Вот. Как раз именно потому, что личные границы ваши ею не учитывались. Вот. Ну, как это объяснялось, в данном случае не важно, да? То есть, всегда можно, в принципе, это объяснить, да? Всегда можно, в принципе, чем-то объяснить, да? Что я, там, тебя не слышу, да? Как-то, ну, может быть, не очень уважительно к тебе отношусь. Вот. Потому что там, ну, тяжёлая ситуация. Вот. На самом деле, ну, тяжёлых ситуаций, вот таких вот, по-настоящему тяжёлых ситуаций, их, ну, вообще, вообще не так, чтобы, прямо много. Вот. То есть, как бы, зачастую люди, вот, просто, ну, как-то придумывают какие-то оправдания, да? Вот. Для того, чтобы не прислушиваться к, ну, к человеку, вот. К сожалению, большому, большому. Вот. Ну, а вам это, соответственно, объясняется таким образом, что, мол, вот ситуация такая, там, требуют и так далее. Вот. И, там, не дай бог, вы, ну, проявите какое-то, ну, какое-то недовольство, да? Например. Вот. Поэтому ситуация, конечно, неприятная здесь. Вот. И я думаю, что у вас есть вот этот запрет. Некоторый внутренний запрет на выражение своих, значит, эмоций, да, на выражение своих потребностей и так далее. Вот. То есть, я бы, в этом смысле, вот, ну, вообще бы, не удивился, если бы это было так. Вот. Ну, и, соответственно, отсюда, вот, как бы, во сне, да, проявление таких аспектов, которые вы тщательно, вот, пытаетесь, ну, как-то подавлять. Вот. Все, конечно, не получается, да, или получается, но криво-косо. И, по факту, оставляет вас в такой вот подвешенной истории. Все это, в принципе, можно и нужно. И все это, в принципе, возможно, значит, скорректировать. Вот. Вот. Для этого только нужно, вот, собственно, начинать работу над собой, да, вот, работать необходимо. И как раз этот момент вызывает, как это не странно, самые основные вопросы, потому что ничего вы не пишете по поводу работ. Вот. То есть, вы вообще описываете свою ситуацию, при том, что она, ну, такая вот, достаточно серьезная. Вот. Вы описываете, как будто бы не серьезная и вообще, как будто бы, вот, описываете вы ее, ну, просто, вот, как бы, чтобы просто, ну, просто описать. Вот. То есть, нет, нет такого ощущения у меня, да, что вы вот прям серьезно решили сейчас, значит, заниматься собой. Да, нет, у меня такого ощущения нет. Вот. И, в общем и целом, вы совершаете такую, я бы сказал, ошибку, когда пытаетесь, грубо говоря, ну, понять. То есть, увидеть, 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 увидеть причины. Вот. Причины, это, ну, та штука, которая мало кому помогает. То есть, дело не в причинах. От слова совсем. Вот. Дело здесь исключительно только, так скажем, в подходе. Вот. То есть, в том, как вы подходите вот к себе, к своей жизни и так далее. Вот. Вот. И этот подход, ну, вот такой, я бы сказал, наверное, несколько, несколько, может быть, несерьезный. Вот. К сожалению. Вот. То есть, я бы больше, вот, наверное, на это бы заострил. Ваше внимание, да. Вот. Указал бы вам на то, что ваш подход к себе и к своей проблеме вызывает вопросы. И вопросы довольно, ну, довольно серьезные вопросы. Вот. Вот как-то так. То есть, смотрите. Качество вашей жизни падает. Качество вашей жизни падает довольно ощутимо, судя по тому, что вы говорите. Вот. В детстве у вас были травмы. Неважно, было ли так у всех или не было так у всех. Здесь есть какая-то, вот, для меня лично попытка оправдать. Вот. То есть, как будто бы вы стараетесь оправдывать, ну, там, например, маму. Вот. Хотя, в общем и целом, никто никого не обвиняет. Вот. Вот. Никто никого не осуждает. То есть, и, как бы, понятно, что, если, ну, если ситуации, там, непростые, то люди, ну, справляются, справляются как умеют, справляются как могут. Вот. И, в общем-то, ну, совершенно очевидно, что, ну, через обвинения, опять же, ни к чему не прийти. Вот. Поэтому именно обвинять, никто никого не обвиняет, но признавать какие-то факты, признавать какие-то моменты, признавать какие-то проблемы и решать их, на мой взгляд, очень важно. И начать нужно с этого, начать нужно, как мне кажется, с того, чтобы выбрать себе вопрос, да, хочу ли я, вот, чего-то менять. Ну, в своей жизни. Вот. Если хочу, вот. Замечательно. Если хотите, вот. Прекрасно, здорово. Что для этого нужно, да? То есть, что, как бы, ну, что вы готовы сами для этого сделать, для того, чтобы это изменить, ну, чтобы изменить, вот, что-то в своей жизни. Вот. И хотите ли вы вообще этого? Вот. Если же нет, то, ну, ситуация, скорее всего, останется такой. Она не изменится, она будет представлять из себя то же самое. Вот. Скорее всего, она будет усиливаться, ну, потому что вы будете как-то продолжать ту же политику по отношению к себе. И, в общем и целом, на мой взгляд, как бы, шансов на... шансы на то, что ситуация поменяется, достаточно мало. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.